Владимир Костерев, ТАСС. Александр Казимирович, вчера, сколько я помню, в Верховную Раду был внесён законопроект о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями. По нашим сведениям, он в Раде проходит, но тогда получается, что Киев, ну, с точки зрения Киева, введя переговоры с ДНР и ЛНР, будет вести переговоры с террористами. Вот какова наша оценка подобных действий киевских властей и самого законопроекта? Ну, Вы правильно сказали. Я бы даже сказал, что это просто юридический нонсенс и абсурд. Более того, думаю, что вот в таком акте проявляется стремление партии войны как можно скорее свернуть с пути политического урегулирования, нормализации, деэскалации конфликта и вернуть всё на стадию силовой операции. Еще раз подчеркну, очевидна абсурдность, поскольку минские договоренности как раз и зафиксировали в подписном смысле того, что сторонами конфликта являются Киев и вооруженные формирования Луганской и Донецкой областей, и всё это зафиксировано при содействии Российской Федерации и ОБСЕ. Собственно, весь минский процесс подчеркивает, что и все эти договоренности действуют о том, что урегулирование должно достигаться двумя конфликтующими сторонами. Если одна из них представляет дело так, что противоположная сторона является некими террористическими движениями или организациями, тогда не очень понятен смысл дальнейшего диалога и как в таком случае легитимизировать позицию Киева, который активно и достаточно публично обозначал свою позицию в сторону, во-первых, из скорейшего созыва контактной группы, где опять же присутствуют руководители Луганска и Донецка и представитель президента Украины, ОБСЕ и посол Российской Федерации. Поэтому здесь скорее вопросы к депутатам Верховной Рады и их ответственности при внесении тех или иных решений в законодательный орган. Как раз о степени политической ответственности в последние дни приходится вспоминать и напоминать все чаще и чаще. Я очень рассчитываю, что здравый смысл должен возобладать, и депутатам я бы очень посоветовал принимать как можно больше законодательных актов, которые разряжали бы обстановку, а не накаляли ее до предела подобными законодательными инициативами.